Добрый день. В начале два слова «русское космическое общество». Для того, чтобы снять вопросы, вот был замечательный представитель из Белоруссии, он говорил про Брестскую крепость. Почему русское? Мы встречаемся, у нас есть представители русского космического общества в Великобритании, в Италии. Но если вы задаете вопрос любому космонавту, вам все скажут, что язык космоса – это русский язык. Если английский язык – это язык международного общения, французский – это дипломатический, русский язык – это язык космоса. Поэтому русское космическое общество, а не российское. Почему космическое? Не потому что мы все космонавты. Потому что все будущее наше в космосе. Вот в нашем письме президенту Российской Федерации мы говорили о прорыве. Не знаем, в нашей подаче или нет, но это слово попало в его послание – прорыв. Символом русского космического общества как раз и является прорыв. Значит, что я хочу сказать. Вот все 99% практически того, что здесь есть – это все русское космическое общество. Вот эти проекты. Потому что наша основная цель и стратегия – это сохранение и развитие жизни во всех ее проявлениях. Вместе с тем хотелось бы, наверное, кто-то огорчиться. Очень много проектов я слышал сказать следующее. Есть такое изречение мудрецов, что стратегия без тактики – это долгий путь к победе. Тактика без стратегии – это суета перед поражением. Поэтому пытаться изменить тот мир, который сейчас находится, не нужно. Он уже сам зашел в тупик. Мы находимся в тупике экологическом, энергетическом, демографическом. Все вошло в тупик. Стратегия общества потребления пришла в тупик. Никакой другой нет. Да, она будет агония, будет сопротивляться перед своим окончательным умиранием и так далее. Но пытаться в ней куда-то встроиться – это абсолютно бесполезно. Это всего лишь сбрасывает свою энергию. Поэтому я хочу вернуться к слову развития. Многие говорят – развитие, развитие, развитие. Что такое развитие с точки зрения русской научной школы? Я объясню так, чтобы все поняли. Мы с вами здесь, вся эта система. Эта система вся получает некую мощность. Космическую, но в основном это солнечная энергия, которая к нам приходит. Часть этой мощности мы расходуем на жизнеобеспечение, кто-то на какие-то не очень хорошие вещи. А часть этой мощности выходит из нас в виде потока творческой энергии, которая возвращается опять в космос. Так вот, если эта энергия творческая, которая выходит, превышает ту, которую мы тратим на жизнедеятельность, которую в науке энтропии называют, это значит, что мы развиваемся. Если наоборот, значит, что мы деградируем. Но редко, когда бывает, что одинаково. Поэтому задача русского космического общества – это прорыв во всех направлениях. Поэтому все ваши проекты, все проекты, которые есть, это проекты, в принципе, которые соответствуют законам развития и сохранения жизни. Несмотря на то, что организации наши два года, со временем юридической регистрации, тем не менее, даже сегодня здесь Олег Александрович Чагин, Роберт Туйкин, не знаю, в зале или нет, которые со своими проектами будут присутствовать, я третий, мы такое представительство имеем на этом форуме. Значит, на сегодня основная задача, да, я просто, опять же, наверное, кого-то огорчу, да, в будущее нужно идти со знаниями будущего. Вот здесь предлагалось раскопать кости египетского фараона, еще кого-то, узнать законы мироздания. На сегодня существует научная школа, вот тут озвучивали Дмитрия Ивановича Менделеева, Вернадский, в Российской Академии Естественных Наук существует школа устойчивого развития. Академик Большаков – это первый президент русского космического общества, ныне покойный, да, вот он как раз и был инициатором создания русского космического общества. Значит, как мы, ну, общественная организация – это общественная организация. Здесь много говорили о развитии, я сказал, да, значит, мужчина, женщина и так далее. Значит, мы считаем, да, вот устойчивое развитие, не я, да, а законы сохранения и развития жизни. Не существует никакого человека отдельно взятого с его правами, там, еще с чем-то. Существует семья. Минимальная ячейка общества социальная – это семья. Только в ней определяется, может появиться жизнь, может появиться и сохранение, и развитие. Вот, поэтому мы не очень поддерживаем всякие, там, кто важнее, женщина или мужчина, там, и так далее. Мужчина отвечает за будущее, он направлен в будущее, а женщина сохраняет настоящее. У каждого отведена своя роль. Семья, женщина выходит замуж, она за мужем находится. Вот, поэтому есть такая проблема, да, мужчина определяет будущее. Женщины, к сожалению, в современном обществе не очень это понимают. Вот, потому что общество выставило права некого абстрактного человека на первое место поставило, вот женщины хочется быть человеком, там, детям хочется быть, там, людьми, там, еще кем-то. У всех появляются права, следом ювенальная юстиция приходит, там, и так далее. И происходит разрушение. Мы в этом не участвуем. Нам это неинтересно. Следующий момент. Вот здесь, если посмотреть на присутствующих, да, к сожалению, очень мало молодежи. Одна из основных задач, которую мы тоже себе ставим в русском космическом обществе, это выстраивание вот этого моста между поколением мудрецов, знающих, те, которые еще остались, и молодым поколением. Основная деятельность, которую мы ведем, естественно, только в рамках общего дела люди могут объединяться, как-то что-то делать. И я всех предлагаю, да, возвращаясь к семье, добавлю, да, основной принцип, вот еще есть, говорят о любви, там, и прочее. В рамках школы устойчивого развития жизни и русского космизма мы пришли к выводу, а что такое любовь? Любовь, это преобладание потребности отдать над потребностью взять. Вот я сказал, что такое развитие простыми словами, и что такое любовь, чтобы всем было понятно. Все остальное, опять же, вот это полностью соответствует тем, отдать и взять, это, опять же, закон сохранения мощности, усиление полезной мощности. Естественно, вся наша деятельность, это проектная деятельность. Проектов в русском космическом обществе масса. Я скажу об основных, и потом о проекте, ради которого, вот, собственно говоря, здесь и находимся. Значит, один из основных проектов, больших глобальных проектов – Гагаринский сад. Это, в общем-то, проект, который не является, не может быть ни коммерческим, ни каким. Ну, у Гагарина был позывной «Кедр». У нас представитель русского космического общества в Калининграде, у него есть целая плантация кедров. Можно записаться к нему, получить эти кедры, они вот такие небольшие, маленькие кедры, и высаживать везде. Это имеет невообразимый эффект. Да, вот совсем недавно, вот Роберт Туйкин, про который я говорил, его супруга, Дара, она тоже представитель русского космического общества, в городе Осташков, Тверской области. Значит, я не буду врать, какую площадь, да, значит, посадили кедрами. Ну, я не знаю, со времен битвы под Москвой, равного события не было в городе Осташкове, да, вот, по отзывам людей, с того момента. Или, например, город Гагарин, взять бывший Гжатск, где мы с племянницей Гагарина, Тамарой Дмитриевной Филатовой, высаживали, значит, на участке, где стоит дом Гагарина, такая изба, в общем-то, маленькая изба совершенно. Мы посадили 13 яблонь, почему 13, потому что 12 человек, это первый отряд космонавтов, и первая женщина-космонавт Терешкова, а не потому что мы там, какие-то там числографии. Вот, так вот, мэр города Гагарина настолько вдохновленно сажал эти деревья, да, он вот впервые за долгое время, он говорил не о бюджете, еще о чем-то, а занимался вот реальными какими-то вещами. Это о Гагаринском саде, значит, проект «Сохраняя память», да, вот сейчас мы занимаемся тем, что мы пытаемся, в месте, где запускалась первая ракета, да, Королев, Цандр запускали первую ракету, собственно говоря, основатели прорыва, о котором все говорят. Мы пытаемся организовать создание мемориала. Ну, в этом заинтересованы все, ну, к сожалению, не все, да, потому что прорыв, как бы сказать можно, да, сделать гораздо сложнее. Теперь приходим к проектам, да, значит, вот много говорилось, сейчас, так сказать, никуда не денешься от этого, да, если раньше было, революцией стало там изобретение пороха, изобретение огнестрельного оружия, потом ядерная реакция, потом изобретение интернета, да, сейчас, ну, вот такая данность такова, что вот сейчас пришли цифровые технологии, те, которые есть. Отрицать этого нельзя, ими нужно овладевать. Но овладевать ими мы точно так же пытаемся с точки зрения общего закона сохранения и развития жизни. Вот, значит, в рамках этого существует у нас, вот вам теперь можно показать, молодой человек, да, вот платформа Inbix. Значит, чтобы не было ни у кого иллюзии, существует некий такой абстрактный университет 2035. 2035, это 2035 год, который говорит о том, что к этому времени вырастет поколение 35-летних, которые будут полностью цифровые. Нас с вами просто отбросят, включая правительство, которое сейчас есть, там, и все остальные, потому что мы не впишемся в цифровую платформу. Все, просто не впишемся, и все. На базе Курчатовского института у нас это разрабатывается. Но в рамках русского космического общества, вы можете вот этот Inbix набрать, что существует РКО Inbix. Мы сделали свою платформу, и тот проект, о котором я сейчас в конце скажу, он как раз и является там, Cosmix, основным. Я объясню, почему. Что это такое? Существуют, ну, глобальные ситуационные центры. Facebook, Google, WhatsApp и так далее. Которые ставят своей целью изобретение вот этого вот глобального разума. Который за нас будет все решать, понимаете. Вот по телефону, когда говорите, вы сказали слово хлеб. Тут же вы открываете что-то, и вам будет реклама хлеба. Там уже работает, обрабатывает все эти данные, добавляет их и так далее. Это система не глобальных ситуационных центров. Это система распределенных ситуационных центров. То есть так, как вы можете проект взять, определить этот проект и работать вместе с ним. Значит, вот тут много говорится, есть какая-то уникальность. Цифровые технологии на самом деле уникальным делают только одно изделие. Вот, например, AORS автомобиль сделали, который для президента. Как только делается цифровая копия, ее можно выполнять везде, где угодно. Когда оцифровано полностью то, что сделано. Оцифровать нельзя лидерство, оцифровать нельзя честь, еще что-то. Все остальное можно оцифровать. Все это оцифровывается, и в принципе, нас ждет то, что раньше делалось десятилетиями годами, в ближайшее время будет делаться за 30 минут. Вот, например, платформа Яндекс.Такси. В платформе Яндекс.Такси человек в любом месте России может за 15 минут устроиться на работу. Он отправляет свои документы, все, ему пришло, все, он садится, сел и поехал работать. Он уже устроился на работу. Попробуйте, вот там, ну, сколько нужно документов собрать. Тут у нас в отдельные государственные структуры, там, до полугода, там, трудоустройство происходит, пока все проверят, там, и что-то сделают. Естественно, это неэффективная система. Эта система, она позволяет, и система в том числе подготовки, принятия решений, и дистанционное обучение. Кстати, школа устойчивого развития на базе РАИН, Шамаева, это как раз вот на платформе Яндекс, она развивается. Исходя из этого, значит, что еще, да, вся эта цифровая, нужно нам отдавать себе отчет, да, что мы с вами, собственно говоря, ну, должны стать какой-то почвой, там, не буду говорить более такие слова, там, удобрением для будущих поколений. И тот проект, с которым мы завтра будем показывать, и сегодня сейчас немножко покажем, это проект, который рассчитан на детей от 4 до 12 лет. Он соединил в себе две вещи. Значит, есть у нас такой замечательный парень, Дмитрий Назаров, который как раз и является автором и руководителем этого проекта, который, кстати сказать, с точки зрения законов сохранения и развития жизни остался, потому что его в ближайшие дни ждет пополнение семьи. Вот, второй ребенок у него родиться должен. Он пришел в торговый центр, торгово-развлекательный центр, и увидел, как дети вот на интерактивном табло, что-то они там беснуются, что-то там делают, кого-то убивают, швыряют, что-то делают. Он, в принципе, как форма, ему это очень понравилось. И он решил наполнить это в форму другим содержанием. Вот можно даже посмотреть, включить, да, ролик в этот фильм. Смысл следующий. Вот до этого дети там убивали каких-то монстров или еще кого-то, кидали мячики или еще чего-то. Он добавил сюда другое содержание. Например, раскрасть, запусти ракету. Интерактивное табло. То есть мы пытались перейти, есть развлекательные центры, да, от этого никуда не деться. Но есть развлечение, а есть увлечение. Во-вторых, есть цифровизация. Так вот, в этом проекте как раз, да не сделана попытка, а, собственно говоря, он и соединяет образовательную часть с игровой. Вот дети запускают ракету. Вот они ее раскрасили и опустили. Это для самых маленьких они на табло это делают. Дальше там есть игра «Спаси землю от астероидов». Когда дети, бросая мячик, спасают землю. Он никого не убивает, ничего не радужного. Он спасает землю. Он выступает в роли спасителя. Этот же проект на платформе «Инбикс», да, он основной. Почему? Еще раз повторяю, да, потому что он рассчитан на детей от 4 до 12 лет. К 2035 году эти дети, они будут вот сидеть в этом зале. И мы пытаемся их образовать, их чему-то научить. Завтра в рамках сессии более подробно я расскажу о «Инбикс» и о телемедицине, об этом проекте. Но исходя из того, что мы всех любим и потребность отдавать над потребностью взять у нас превалирует. Поэтому мы все это отдаем всем желающим. Вот уже с Олегом мы разговаривали, интерактивные игры уже понравились. Завтра все покажем. Мы все это отдаем вам. Давайте объединяться и идти вместе дальше. К прорыву тому, который есть. Игорь Викторий Настеньев